В имя Отца и Сына и Ситового Аминь. Царю Небесную, Утешителю души истины, И же везде, Сын, неся исполняя Сокровища благих, И жизни подателю Приди вселися вны, И очистены от всякие скверны. И спаси Ваше души нашу. Ваня, молись. Господи, настави нас на занятия Твои, чтобы мы принимали Слово Твое, чтобы мы не отступали от Него ни на шаг. Научи нас, Господи, воспринимать Его всем сердцем. Аминь. Аминь. Сестра Валентина, а ты будешь после молиться? Я бы сказал Ваня. Имя на В. Я бы сказал сестра Валентина, я бы не сказал просто Валя. Глухая. Потому что я брата, как он, младше меня уж сильно, так я его Ваня. Как я должен назвать младший брат или брат Ваня. Хао, белый человек. Я тоже белый. А мне наоборот говорят, что ты уже здоровый, локти, 20. Почему ты всех дядями назовешь? А я уже привык. А, привык, дядя Игорь. Главное, что братьями не называй их. Итак, Евангелие от Иоанна, 6 глава. Сегодня у нас какое число-то? 30. 30. 30, то я, октября 2022 года. Продолжаем мы занятия по изучению Слова Божия через труды блаженного феофилака Болгарского толкователя. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 31-34 стихи. Итак, тут у нас впереди, впереди было нечто такое чудесное от Господа, начиная, ну, почти с самого начала, с начала 6 главы, как Господь прибыл в окрестности Генесаретского озера и там начал кормить людей. Причем людей достаточно много сошлось. 5 тысяч мужчин, одних только мужчин, а были и женщины, и дети, написано. То есть оттуда, оттуда, от слова, с той стороны, где озеро Генесаретского, где он высадился, с тех мест собрались люди, с тех мест, жилых мест собрались люди. Вот их было очень много. И Господь их чудесно накормил. То есть было всего 5 хлебов и 2 рыбки, написано. Вот этот, подошел Андрей, брат Симона Петра, и говорит Господу, здесь есть у одного мальчика, мальчика заботился о себе, а другие нет, 5 хлебов ячменных и 2 рыбки. 5 хлебов ячменных, сказала. Почему? А есть ячменные, есть пшеничные. То есть отличие тут тоже есть. Ячменные, они, он грубого помола становится. А пшеничные, он измельчается в муку. И поэтому эти лепешки были беднейшего слоя населения. То есть, будем так говорить. Грубые такие. Ну и рыбки тоже, сами понимаете. Рыбки какой? Ну, озеро Генесаретского рыбки. Мальчонка наловил там рыбку. Это же он не закидывал все эти, где-то там. 1 из 5 тысяч. С бережка. Мама позаботилась. А рыбки какие были, сырые или сухие, мы даже не знаем. Ну, судя по всему, они вяленые были. Вот и все. Чуть подсоленные, наверное. А может, ну, скорее всего. А может и жареные. А о жареном ничего не говорится. Нет, жареного вообще мало. Печеные на огне. Да, могли печеные быть на огне. Но вряд ли. Печеные они разваливаются. Поэтому эти рыбки, скорее всего, были просто вяленые рыбки. И Господь их раздает. И люди радостные, счастливые. И до такой степени радостные, что решили поставить его царем. Да, и Господь убегает от них. Убегает. Но убегает как? Чтобы его не нашли. Там очень населенная сильно местность. Ну, так вот. Когда смотришь там с квадрокопки. Сейчас много там стоит в интернете. Программ я вот смотрел. И там есть возвышенности, есть долины. И он кормил именно там, где долины. Там действительно много травы. И там поля, видать, у них и так далее. То есть они там сеют. Ну, вот буквально отходишь, и там речка впадает просто. И речка называется Иордан. Там вообще еще две речки впадают. Вот одна из них Иордан. И, а другая еще одна. Там тоже долинка есть. А между долинами там вот такие всхолмики. Ну, горушки какие-то. Есть плоские плато. А есть такие, как гора, возвышения. То есть можно зайти на них. И вот Господь вот этим ландшафтом таким, ну, сложным воспользовался. Все увидели, что ученики сошли, ну, то есть с берега, с Крутого, в свою лодку и отплыли. Лодка рыбацкая была, такой баркас, будем говорить, довольно-таки. А Христа-то не было там. Христос им сказал, отплывайте. А сам ушел, ушел на гору, написано, молиться. Ну, и говорит ученикам, плывите. А они поплыли в Капернаум. Но ученики не могли без Христа. И поэтому они все-таки ждали, что он где-то появится. Видать, он с кем-то хочет или поговорить, или чего. Они не знали, видать, что он просто пошел на возвышенность помолиться. И до темноты они гребли вдоль берега. А там много тропинок, которые спускаются. Ну, как вот они по такой же опускались. Ну, для рыбаков, там, для местного населения. Воды взять, потому что везде по берегу, везде живут. И они, видать, его ожидали, или что. И вдруг, действительно, они увидели Христа. Но они испугались, потому что он и шел по воде к ним. То есть, вот так получилось. Они его как бы ожидают, что он будет. Но они не ожидают. Они думают, где-то там на берегу увидят его на высоком. Ну, как-то вот так. У него была одежда такая, все-таки, светлая, довольно-таки, не темного цвета. И они подумали, что даже в сумерках они его определяют. А он, может быть, и крикнул к ним, и так далее, что вот они же не оставили его. Хотя он сказал им, по-моему, видите, Капернаум. Вот. То есть, такая любовь ко Христу, нет, мы все-таки, на всякий случай. Но есть такое. И Господь показал им, что Он ценит их любовь. Это уважение, почтение к себе. И вот они увидели, испугались. И написано, Он подошел. И они хотели принять его в лодку, то есть, к нему подгрести. И в этот момент они все вместе пристали к тому берегу, куда плыли. То есть, к Капернауму пристали мгновенно. То есть, получается, там, если посмотреть расстояние, километров 12. То есть, они во мгновение ока, 12 километров. А тем более, волнения там были на море. Они вот пристали, и все. И тут бы, и все бы этим закончилось. Но в Тевериаде, где Он прежде перед этим был, и тоже там чудеса какие-то сделал. Люди услышали о том, что кормит Господь. И они сами поели тоже. Четыре тысячи. А тут пять, там пять тысяч. И они туда приплыли. Где Он? А они говорят, ну, где Его? У Его плыл, ученики-то уплыли, мы видели. А куда, в Капернаум? Ах, вот как. И они приплыли в Капернаум, смотрят, а Он уже здесь. То есть, они думали даже, что Он не успел бы еще в Капернаум приплыть. То есть, рано утром, видать, было. А Он там уже с вечера оказался вместе с учениками. И они ему говорят, Господи, а как Ты сюда приплыл? И вот, Он им отвечает, Господь. Он им так говорит. Вы ищете Меня не потому, что... А, вот сейчас. Не потому... Не потому, что... Сейчас, сейчас. Истинно, истинно говорю вам. Вы ищете Меня не потому, что видели чудеса. Но потому, что ели хлеб и насытились. Вот. Он им сказал правду. Вот, правду никто не любит. Правду говоришь, и странно это. Ну, я понимаю, почему. Ну, а дальше тут старайтесь же опище тленной. И прямо он им начинает говорить проповедь. 28-30 стихи. И так сказали Ему, что нам делать, чтобы творить дела Божии? Иисус говорит им, вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал. А они на это Ему говорят. А какое ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили Тебе? Это хамство уже. Вот это вот уже настоящее хамство. Где-то там говорят, ты хам и так далее. Надо еще смотреть. А вот тут вот 100%. Сами только что Его ищут. Причем они сильно вспотели плыть от Капернаума. Они там гребли, наверное. Там в лодке обычно 4 весла. Я посмотрел. Мы тут разбирались с одним братом, оглашенным. Ну, будущим оглашенным. И я ему там сказал, ну-ка найди все. И он нашел, молодец. Я посмотрел. Я так и предполагал, что немного будет весело. 4 весла всего у них. А почему? Во-первых, не такое большое это озеро. И во-вторых, им надо рыбачить, а не гребсти глаза выпучить. Что, первое место и золотую бедаль получить. Но при случае там могли грести 6 человек. Вот так. И у них, интересно, не было рулевого управления. У них управляли веслами. То есть большое такое весло. И один человек стоит, и это веслом подправляет. И лодка поворачивает куда надо. А дальше опять. Ну, то есть гребем. В четвером. В четвером, да. Или в шестером. Ну, с какой скоростью надо, куда. И поэтому, понятно, такой Баркасина сильно не попрет на веслах. И вот они упрели, приплыли. Господи, а ты как тут появился? Нет, чтобы это сразу. Господи, накорми нас еще. А Господь, он знал, зачем они приплыли. Он им сказал. Вы хотите есть просто бесплатно. Вань. Бесплатно. На халяву. Вот, сестра, как у нас, она вот сейчас вот это, трудится как следует. Что там у тебя, сестра, было? Расскажи. Сегодня ночью. Да. Что значит труды, вот, ну, праведные труды? И сколько, сколько в этом тяжести, сколько в этом переживаний и так далее, что когда трудится человек? Ну, брат говорит, что-то ты, говорит, мерзнешь. Я говорю, так. В прошлом году весила на 5 килограмм больше, чем сейчас. Сясть переживала из-за этого. Живу я в лесу, ну, лес прям, вокруг меня леса. Бор, да, бор. Да, то есть 200-300 метров до меня ближайшие дома. Вот, вокруг, вот, ферма. Ну, быки, коровы. Я одна там. А мне еще зять говорит, что-то дорого кормить-то верного. Пса? Галушка. Зачем, говорит, тебе собака? Без собаки-то совсем... Да, ну... Совсем тяжко. И вот сегодня ночью полночь, почти полночь, уже все, спать завтра в храм. Укладываюсь, слышу рев такой, дикий рев. Я думаю, то ли это медведи уже там вышли из лесу, то ли что это, я еще определить не могу. Открыла окно, прислушиваюсь, ну, прям рев такой. Думаю, что случилось, что делать, куда бежать. Потихоньку дверь открываю. А, по камере смотрю, ходят какая-то, ну, как коровы. Такая, там, по... Ну, она у тебя кальну еще. Ну, коровы ходят по... Ну, здесь, где не должны-то ходить. И я-то катила, открываю дверь, а там быки. Ну, они здоровые, там, килограмм по 400, по 500 есть. И они вышли из своего загона, и тут давай как беситься, тут техника стоит, машина моя. Ну, то есть, они тут и запрыгнуть могут, и все. Ну, они дуреют. Да, они помнут только так машину, как нечего делать. Ну, они там начинают там бодать, то все вокруг это сметают. Так нельзя загон, чтобы закрыть был. Так он случайно отпулся, или ты расскажешь? Забыли закрыть, по-видимому. Так прикрыли, а на это забыли закрыть. Труды, маборации, это все. Я там испугалась, думаю, да что делать-то. И никого нету-то. Да тебе одной там нельзя быть. Андрей там, ну, там, он говорит, ой, ну, сейчас там рядом сотрудник тоже живет. Загонять их надо теперь. Ну, их надо загонять. А как? Я со шваброй вышла, я на него, а он на меня, и копытом роет, и на меня уже в позу встал-то, я опять бежать думаю, ну, что делать. И почему-то верный сидит, спрятался в будку и молчит. Я что-то про него не подумала. А мне этот сотрудник говорит, так собаку-то спустите. А, он был привязан? Ну, понятно. Он на цепи сидел. Ну, ему что, дураку, на цепи-то? Ну, я тут побегала-побегала сама. Нет, ничего, они разбегаются в разные стороны. Вообще, они туда убегают, и ничего мне не получается. Только, думаю, ну, ладно, хороший совет. Я сразу подхожу, верный, а я подхожу со шваброй. А он спрятался, забился, дать палку, боится. Получил. Сергей Павлович. Он на всякий случай просто. Да. И я эту швабру-то брала. Я говорю, верный, вылазь. Он так потихонечку вылазит. Бить не буду. Оглядывается. Я говорю, верный, иди, спасай хозяйку. Отпускаю его. Я говорю, фас. Ну, не знаю, что говорить. Надо, ну, фас, в общем. Нам какое-то другое слово, нет? Наверное, правильно. Ну, и все, и он побежал, молча причем. Обычно он там лает. Молча побежал, все, послушный. Начал их разгонять. Они как-то только раз-раз-раз скучковались. И говорю, верный голос. И он уже вот этот, во-во-все. А они вот так вот, как косяком рыбы, раз, и вот так вот к себе в загон. В загон, да? Ну, домой, короче. Это две минуты, и он их всех загнал. Я, Господи, слава. Причем надо было молиться, я же забыла, что надо молиться. Вот, самый нелегкий момент. Обычно перебивает вот это вот наше... Да, наше... Ну, как я читаю все время перед своими, когда занятия, это... Премудрость Соломода, 9 глава, с 13 по 19 стих. Мысли наши, мысли наши суетны, написано. Суетны у человека мысли. Внутренность наша медлительна. И поэтому... Но Господь все-таки дал нам премудрости. Да. Он нас испытывает, но мы все равно милые. Вот видишь, как это... И брат здесь потрудился тоже. Брат. Собаку хорошую воспитал. Сразу брата вспоминаешь, сразу о нем молишься. И собака, и все. У него ураган, у тебя ураган... У тебя? Что-то, Игнатий, про него не говорит ничего. Ураган вообще тут охранял братьев. Вот Игнатий сегодня говорил в своей проповеди, что 120 тысяч проехали. И все время с ураганом ехали. И несколько раз получилось так, что без него, ну прям непонятно, чем бы все закончилось. Вот в чем дело. У нас собака есть собака. Вот, Вань, ты видишь? Гляди, собака. За ней тоже надо следить. Быти. Это вообще отдельный разговор. Коровы. А ты дома сидишь. Называется балду пинаешь. Это что такое? У тебя еще младший брат есть, если что. Его туда приголубь. А брат-то наш Андрей, он вообще это... Ну, бессеребрянник. Он по трудам платить будет, понимаешь? Он не просто какой-то там вахват. Ну, к быкам не подходить. Да то он не знает. Это же ветеринар. Вообще. Нет, это те... Ну, они как телята еще считаются. Они там год-полтора. Не настоящие? Ну, их же учат, как заниматься этим. Просто получилось так неправильно. Надо на ночь смотреть. Как мы проходим на ночь, дверь закрыли или нет. Так надо просто поставить себя, что ты уже это труд твой. И ухаживать. Праведник милует скоты своя. Милует чем? И тем, что ограждает их, чтобы они сами себя не поубивали. У нас как раз вот, когда проходил практику на ветстанции, у нас вот как раз когда выезжали по всем вот этому Павловскому району, ездили по поселкам, нам вот сразу перед тем, как нас повезли, всем дали инструктаж, мол, коровам не подходим, пока не зафиксировали. То есть, если раньше этим могли заниматься и сами врачи, они этим и занимались, это им было в их обязанности, то сейчас вот пришло постановление, что хозяева сами фиксировали. Ну, или стойло делали, или привязывали, или держали, да? Да, именно так и делали. Нет, специально. И ты не имеешь права подойти к корове, пока он нормально ее не зафиксирует. Потому что у нас действительно был при мне такой случай, корова прям вот злобная была, она вот старшую в группе у нас, я с ней у нас получается, а мы обычно идем вдвоем. То есть, у нас три человека в группе, два этих эпизоатолога, он получается старший в группе и вот эти младший. И один остается в машине в качестве бухгалтера, то есть, он записывает там номер вирки на ухе у коровы, что взяли, сколько заплатили. И, получается, вышли, пришли к этой крови, она вот явно буйная, ее не могли нормально зафиксировать. Вот решили так вот, вот так вот, издалека у нее кровь взять, не получилось. Она, корова, легнула старшую прям по ноге. Синичный у нее был. Синичный у нее был. И ее корова ударила в грудь, да, легнула или конь, ну, не помню точно. В грудь прям легнула, да, и она там, это, ребра прям посломаны были. Так что, да. Ну, вот, когда они учились, это было, так что, это аккуратнее. Ну, вот, видите, что, а люди не хотят трудиться. Ну, не хотят, да и понятно. Трудиться, это же надо работать, это сложно все. А тогда у людей был один труд. Нельзя было там себе выбрать. А пойду-ка я отучусь и на бухгалтера. Ничего нельзя. Ну, есть у тебя это уже. И ты родителей своих благодаришь, что есть коровы, быки. Эти благодарили в гадаринской стране, что у них свиньи есть. И так далее. И Господь все это увидел. То есть, вот мы теперь маленькими такими картинками можем увидеть, почему люди-иудеи отказались от истинной веры в Бога. Понимаете? Они хотели пройти таким простеньким путем. Если если были законы, которыми Господь повелевал приносить жертвы за грехи свои, и жертвы эти делились, и жертвы делились, и сам грех. Или грех большой, или грех маленький. За большой грех ты быка должен привести. За маленький грех горлицу всего-навсего. А люди, это же они сами решали. Они ну так, Господа, немножко ну нету у меня денег на быка, а грех большой. А вот горлицу возьму. И брали горлицу за место быка. То есть, свои грехи прикрывали. И это, священники это поняли, что на этом можно заработать. И зарабатывали на этом. То есть, на жертвах народа, которые они несли, потому что грешили. А теперь представьте, ты согрешил и принес, привел быка. Ну ты Господу показал, Господи, как я согрешил, я раскаиваюсь. А в следующий раз грешить, ты уже, ты у тебя перед этим бык стоит, как ты его привел. И ты думаешь, ого, а бюджет-то упал так, что и на кормежку не хватает уже. А если ты привел быка, значит все видят, что у тебя большой грех. Да, 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 это правильно, да. А если там помельчик, ну понятно, там молодец, праведник считай. И вокруг все праведники. Все. То есть, решили таким образом, ну как бы, Господу, ну показать, что мы-то люди тоже умеем. И вот это вот предание старцев, а чтобы это все было величественней, скамьи нужно будет промывать, после там, как пришел откуда-то, с торга, руки надо тщательно мыть. Хотя человек весь омывался, мужчина, там и женщины тоже. Они, там был регламент, за что омываться. Они все омывались, а тут надо еще тщательно руки мыть, аж под мышкой. И все пришли к тому, дружно, вместе со священниками, опять к священникам пришли. Я уважаю их, и почитаю. Но, сначала нужно благоговеть пред Господом, вот так написано, благоговеть пред Господом, вначале нужно, а дальше уже и уважать священников. А тут священники, подали первый пример, людям это понравилось, и Еремея уже нам пишет, в 16 главе. Пророки пророчествуют ложь, а священники правят народом посредством всей лжи. И народ мой любит это. И дальше вопрос стоит, и что вы после этого будете делать? Господь ставит им вопрос. После этого, что делать-то будете? А вот что, когда Христос пришел, оказалось, ни одного человека, готового к спасению, не существует. И теперь Господь по ходу своего пребывания там, на земле, начинает высматривать праведников. И среди высоких лиц, ну, глубоких, прям такие странные, с такими, как Никодим, ночью пришел, Господь ему говорит, родиться свыше надо. И то ли слово свыше подходит вновь. Я не знаю, почему он начинает Господу говорить, он же на полном серьезе говорит Господу, мне надо войти в утробу матери и опять родиться. Я не думаю, что Никодим смеялся. Вы кто-то думаете? Нет, я думаю, не смеялся он. На полном серьезе он задумался, это сидит старик, вот посмотрите, Игнатий Иванович уже у нас, ну, как говорится, маститый, годами. Вот сидит и такой, к Христу, которому 30, нету 30, нету, ну, вот Володя, говорит, а мне как родиться, войти в утробу матери и родиться. Ну, представили картину эту? Это надо было дойти до того, что простые слова Христа о Боге, они уже не вмещаются даже в учителя иудеи. А учителя иудеи, они что, слабее умом были, чем сегодняшние наши, что ли, учителя? Я не думаю, что слабее. Это говорит о том, что все было на плоти основано. Все было плотиное. То есть Господь хотел через эти заповеди, чтобы люди пришли к вере, чтобы они, таща быка за собой, плакали о своих грехах. А они радовались, принося кунин, эту горлицу, что, ну, и когда отдавали баранов своим родителям, а уходили, говорили, да, это карван. и родители, оп, это он сейчас, отец или мама, должны теперь тащить быка туда, в жертву. Это мы разговариваем о том, как на озере Генесарецком ко Христу пришли и говорят ему, ты чего так быстро сюда приплыл-то, в Капернаум? А он говорит, вы не чудеса видели, а хлеб хотите поесть, который я вам дал? И вот мы тут как раз продолжаем об этом. И вот что продолжение какое, то есть первое, то есть четвертые стихи. Отцы наши ели мамну в пустыне, как написано, хлеб с неба дал им есть. Псалом 74, 24 стих. Иисус же сказал им, истина, истина, говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру. На это сказали ему, Господи, подавай нам всегда такой хлеб. То есть опять к Плотенову. Как так? И теперь, ну такое хорошее толкование блаженного Феофилакта. Полстраницы. Вот они вспоминают о Манне. Они, то есть иудеи. А не о другом каком-нибудь чуде над египтянами, или совершенном, или над Черном море. Желая возбудить Христа, совершить такое чудо, которое могло бы напитать их плоть, они напоминают о Манне, по крайнему, чревоугодие. Называет себя Господь хлебом истинным, не потому, будто Манна была ложна, но потому, что она была образом и тенью, а не самую истинную. Ибо Единородный Сын Божий, сделавшийся человеком, есть в собственном смысле Манна, с большой буквы, поразительное слово и слышание. Вот Игнат Иванович большими буквами это выделяет. Манна, то есть Христос, это поразительное слово и слышание. А Манна, значит, что это? Манна. Манна. Они спрашивали Моисея, что это? Ибо евреи, каждый, увидевший ее во множестве, выпавшую около своей палатки, далеко ходить не надо было. Пораженные необычайностью и странностью видения, спрашивали друг друга. Манна. Манна? Что это? И Господь, Сын Божий, стал человеком, сам есть поражающая всех Манна. Так что каждый в недоумении говорит, что это? С большой буквы это. Как Сын, как Сын Божий и Сын Человеческий? Непонятно. Как из двух противоположных естеств одно лицо? Мусульмане очень сильно удивляются. Что это за Таинство? Таинство с большой буквы. Итак, то есть, видите, три вопроса. Что это? То есть, когда на Христа показывают, непонятно. Как Сын Божий и Сын Человеческий? Как Сын Божий и Сын Человеческий? Одновременно. И как из двух противоположных естеств одно лицо? То есть, Сын Божий и Сын Человеческий как соединить? Что это за Таинство? Четыре вопроса. Что это за Таинство? Итак, сей хлеб по естеству будучи жизнь, жизнь с большой буквы. Это все о Господе. Как Сын живого Отца, живого с маленькой буквы, творит свойственное Ему, оживляет все. как хлеб земной поддерживает слабое естество плоти и не попускает разлагаться, так и Христос действием Духа, святаго с большой буквы, оживляет душу, да и самое тело поддерживает внетление. Я так понимаю, душу человеческую. Ибо Христом даровано естеству человеческому, да, восстание из мертвых и не тление тел. Вот это соединение нежданное, негаданное. Всегда говорит, подавай нам такой хлеб ни один день, ни два. Говорили это и по сребролюбию, чтобы нам не употреблять своих денег на приобретение пищи. подавай всегда этот легко получаемый хлеб. Вот так. Вот и дошли до чего. Все пришло к сребролюбию. Почему Господь говорит, сребролюбие корень всех зол? А какое самое большое зло? Самое большое зло? Это хула на Духа святаго. Там уже не прощается человек. Злоб и злоб. Когда человек делает добро, говорит о добре, то есть читает, допустим, Слово Божье. И ему говорят, что это у тебя знание Священного Писания от сатаны. Это уж точно. Это не мог ты этого знать. Ну и понятно, тем более, если творит чудеса, которые сопровождаются именно тем, что призывается имя Бога. Ну вот как Господь делал. Не просто так, призывал имя Господа. Хотя не молился. А почему обедать не стали? Очень хороший вопрос. Очень. Я лично не хочу. Ты хочешь? Нет. Она худеет. Как есть сестра твоя, да? Двоем наверное. Так все худеет. Татьяна Кузьминишна, почему вы ничего не ели? Или поели? Да я постилась вот неделю. Татьяна Кузьминишна постится. Валентина, почему ты не ешь? А она поела? Но дело в том, что мне не нравится, что мы не дождались Игната Тихоновича. Ага, ну понятно, ну ясно. Мы тут сидели долго ждали. Как поститься, если сидит в воскресенье? Она что не заканчивает поститься все уже? Игна не сочин так. Ты что не ешь? хочу. Он не хочет. глядите какой-то. стоит как поясок у него видно, там как арбуз такой. Ну а про меня тогда что спрашиваете-то? Ну а эти два они готовятся к к альтернативной службе и к завтрашней работе. Ну а тот ученик ему вообще он должен себя проверять. Вот и все. Детей то нету. Одни взрослые, каждый за себя думает. Вот так вот сейчас пока нет. А кто их кормить то будет детей если вы переврете все. А детей да это точно. Ну Господь наверное будет кормить. Дал травинку дал барашка дал барашка дал травинку вот так наверное. Вообще пока что мы тут не перешли еще к духовному Господь не перешел к духовному но он их уже направляет на это. Они никак не могут отстать от этого хлеба. Ну не знаю как сказать. Вот Игнатий не говорил к Ване а сейчас опять к Ване обращаемся. И есть такое понятие как привычка не работать. Вот у тебя сестра мы спросили когда она закончила учиться Инафа ты когда пойдешь на работу она говорит через месяц я говорю а что через месяц она говорит ну тут надо кое что посмотреть поискать работу не просто так чтобы с кондачка ну мы так прикинули ну ладно годится а у тебя деньги есть жить она говорит да у меня есть деньги ну у не побольше даже было у не там тысяч двенадцать что ли было я так это нормальные деньги у тебя тебе за квартиру платить не надо так что мы тогда ее еще кормили то есть она питалась у нас с нашего стола и все мы решили ну ладно и она ходила поискала меньше месяца прошло меньше месяца недели три может чуть побольше и она устроилась на работу уже и пошла работать так ее там не приняли потому что надо там чтобы со стажем у ней там то строчка не шла то 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 она там забыла то забыла она три месяца отработала в другую организацию устроилась там четыре месяца отработала там по знакомству уже даже чуть больше ну и потом чувствует опять не тянет она и тут уже креста ей предложила поработать в музее она больше года в музее работала полы мыла работа постоянно работала я вообще не знаю чтобы она не работала ЕНАФа она постоянно работает вы должны вот как со старшей сестры пример взять с ЕНАФа вы прям искать где поработать вы могли бы просто так деньги зарабатывать ни на чем грибы вы собирали рядом с собой и мне приносили я бы вам деньги давал за грибы платил бы вам за грибы за эти мне грибы нужны я грибы люблю у них рядом грибы соберут немножечко для себя даже не маринуют ничего намариновали в этот раз так я сколько вас долблю уже наконец-то а земляника такая дорогая и черника да я бы все это покупал если бы они собирали я бы деньги им за это давал ну конечно они такие как бабки сидят по 500 рублей ну половину бы дал такая а ничего рядом глаза продрал и вот у тебя земляника собирая не хочу буду знать что ты я уехал когда с Америки они наказали монахи сушили белый гриб 100 долларов килограмм ну 100 долларов это там 6000 по нашему почти ну мы из Потеряевки выезжаем вот около Павловска белые грибы там шампионы ну вот белые грибы по 500 рублей ведерко название белый гриб а просто название такое ну шампиньоны и другие шампиньоны не как у нас у них другие шампиньоны они вкусные но они белые цветом а у нас то очень ну у них там потому что больше минералов мне надо аппаратуру скорее списать чтобы увезти а нам осталось 15 минут Игнатинович вы выдержите 15 минут ну что делаем долго терпеть мне это нужно она не может заторвать ну да мы сейчас еще пройдем так ну тут понятно да все мы к этому подошли через начало и еще 35-38 стихи сейчас пройдем и все Иисус Иисус сказал им я есть им хлеб жизни приходящий ко мне не будет алкать и верующий в меня не будет жаждать никогда но я сказал вам что вы и видели меня и не веруете все что дает мне отец ко мне придет и приходящего ко мне не изгоню вон ибо я сошел с небес не для того чтобы творить волю мою но волю пославшего меня отца сошел с небес невероятно просто невероятно сошел с небес Господь да толкование блаженного Феофилакта так как все было умершлено то оживил нас сам собою вот то что мы с вами говорили что все мертвое стало из-за того что люди решили плотяное а не духовное взять на вооружение себе хлеб жизни непростой обыкновенной но особенной и непресекаемой смертью верующий в такой хлеб с большой буквы хлеб Христос не будет алкать то есть не будет хотеть есть не будет терпеть голод слышание слова Божия и не будет иметь разумной жажды бывающей от неимения воды крещения оболни и освящения духа дух большой Бога святого то есть вот все здесь в этих словах видите даже о крещении сразу Господь переходит ибо некрещенный имеет жажду и большую сухость не участвуя в святой воде возрождающей душу а крещенный имея духа всегда от него оживляется вот сейчас священники этим очень сильно пользуются то есть как вот почему люди к нам с вами когда мы проповедуем не относятся серьезно потому что у них жаждет душа познания Слова Божия а кто может дать Слово Божие они знают они пришли в храм стоит священник он 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 нареченный Богом давать напаять их этой водой духовной и эти люди стоят и ждут от него и вдруг ты пришел такой начинаешь говорить да вот такое было иудеи это вот подобие наших сегодняшних архиереев пастырей люди смотрят ты кто такой ты все разрушаешь у нас мы пришли и спить мы жаждем душа моя священник мне сейчас что-то скажет и мне станет хорошо и правда какое-то время священник что-то там сказал или люди зашли им стало полегче это нормально значит они не понимают что можно прям напитаться и напиться и не будешь жаждать вовек говорит Господь это что значит рождение свыше ты осознал это все и теперь ты сам сам читаешь слово Божье разбираешь его участвуешь везде и так далее а люди эти они не дополучили а думают что через него дополучат сейчас и ты лишний становишься лишний ты-то понимаешь ты стоишь взываешь а священник он говорит может выдавать такими маленькими дозами что ты до конца 40 лет пройдет и ты не напитаешься вот в чем дело и это Господь об этом сейчас говорит показывает а тем более что крещение еще троекратным погружением даже не делают вот в чем дело то есть ну как бы вообще ничего нету если в крещении получил духа то ты оживляешься то есть если два человек падает да верующий а да 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 оживление происходит хорошо что ты сказал они еще стоят ты и не крещенные вот брат я забыл об этом забыл об этом даже сказать потому что это не вмещается в голову понимаешь я постоянно об этом забываю потом как вспомню у меня ужас просто как так причем бодливому корове быку не дал Господь рогов почему не яд на ОМОНе стою ну вот так показывая же что вера в него в Господа не есть дело случайное но дар Божий подаваемый от Отца достойным и благонравным по сердцу говорит все все что дает мне отец ко мне придет то есть те будут веровать в меня которых дает мне отец то есть избранные избранные а вы иудеи как недостойные не даетесь мне от Отца потому и не приходите ко мне не о всех иудеях а о тех кто не верует сейчас стоят как бы так сейчас граница вот такая с этой стороны стоят верные Богу а с этой стороны язычники и вот раз и приходит Господь и теперь те которые были верные рассмотрели все а оказалось ни одного верного нет и язычники неверные потому что они не принимали а эти делали вид что верные и Господь пришел а оказывается неверные и он поэтому обращается вы иудеи вот так ко всем на самом деле тому веруют и даже священники уверуют но это бояться надо этого потом это апостол Павел скажет а вы язычники привитая ветвь привитая к винограднику смотреть не гордись а бойся а то мы такие ой иудеи плохие а мы то тут получше нас Господь избрал ничего подобного вот так а вы иудеи как недостойные не даетесь мне от отца потому и не приходите ко мне говорит это чтобы узнали что не принимающий его противен Богу как противящийся воле отца так как они его называли противником Богу то он обвинение обращает на них и говорит хотя неявно не принимая того кто следует воле отца вы делаетесь противниками Богу того то есть ну о себе он говорит третьем лице и часто мусульмане говорят покажите где написано где Христос сказал я Бог но нету такого что он сказал я Бог но другими словами он говорит допустим я есим а я есим переводится еще с латинского как я свет или я есим сущий то есть я один существующий только евангелие отеана 13 глава 13 стих там говорит Господь евангелие отеана 13 глава 13 стих сейчас откроем у меня 13 глава сейчас оп вот пожалуйста удобно все открыл уже вот у меня тут есть это мусульмане говорит нигде не написано я говорю а ибо я точно нет ну понятно да конечно вы называете меня учителем и Господом и правильно говорите ибо я точно то ну так я да да говори да это я мы все понятно а в другом месте написано что ты делаешь себя равным Богу а и убить его хотели да значит они так и понимали что делать равным Богу то есть его действия слова поступки говорили что перед ними Бог но этого нельзя было принять вот здесь вот сидела Фаина Соломоновна я с ней говорил я говорю Христос сейчас был на земле ну когда мне 23 года было я за армию вернулся и вот я молился все время и он здесь и сейчас ну она мне говорит я говорю ты почему когда веру и считаем Бога истина Бога истина она не не говорит она мусульмане ну мессианские евреи они его за Бога не признают а за мессию ну вот к вам пришел Христос вы его признали бы за Бога я говорю конечно нет а что ж меня спрашиваешь теперь-то я его признаю потому что я теперь стал знать верить а тогда я ничего не знал я знал что он родился от Марии а что он Бога человек да это кисло даже не слыхал да вот и все она меня посадила в лужу посадила в лужу очень сложно приуметь она как-то пришла и говорит сейчас на остановке было там мужик лежит там сделано где от дождя на остановке а из-под него лужа такая течет вы думаете какой он нации я говорю какой угодно может быть но только не евреи точно за 2000 лет у нас говорит ни в одном государстве не было ни одного еврея неграмотного это я поверю а почему вам мать наказала кем быть да никем себе ума не дадите вон они здоровые два лба и сидят эти лето едят пьют сходят в туалет опять заводятся как по закладе готовятся а у евреев не так мать наказывает допустим та же умирает она говорит ну мать-то их наказываем так не забывай Ваня и ты махнул махнутый тебя управлять всем когда мы ребятишкам играем бегай он говорит бегал бегал одна неделя дается а остальное время а они с ним занимаются иностранный язык главный сынок это экономика эти люди которые рядом они этого не знают она не говорит чтобы ему не прилипло это гои скоты с человеческими лицами и написано и тебе ими управлять сынок ты должен хорошо знать если он хорошо он быстро взлетает вверх а там найдут какой-то гусинский кабинет найдут ему да? все а вот если еще не знают а институт обязательно польщик и он будет из кабинета применять бумажки носить тоже неплохо при должности где Адам от Авраам там и Сара будет работать обязательно и найдут работу и все как надо притом ну не вопреки нужен закон какой-то лучше закон будет сделать мы законодатели а не они и мы закон издадим такой что нам будут все помогать если нужно 1500 танков они дадут а там у нас всех их поколотят в один день еще Игнатьевныч вы забыли просто сказать 1 Тимофею 3.16 и беспрекословно великое благочестие тайно Бог явился во плоти это Павел сказал они Павла на дух надо чтобы он сам о себе сказал так вот им надо чтобы он так сказал я Бог вот так вот именно вот так они хотят я точно то а что то там Господь мой Бог мой Христос не отверг не сказал что ты выдумываешь что прямо прямо говорит от этого молчания как раз говорит что он по делу говорил а здесь он говорит вы меня называйте Господом я действительно то что еще надо то а то что все после Голгофа они вообще не признают все это он не умирал поэтому все это не про него то есть они здорово они там разобрались тоже я смотрю ребята сначала непонятно было а потом когда они поняли что опростоволосились в Библии Библию не знают так не забывайте и последнее последнее спаси Христос Христос не простой человек а боготворенный впоследствии как пустословил несторий но предвечный Бог вочеловечившийся в последние времена аминь спасаем Бога достойно истяк воистину блажен дядя подширон признан блажен и пренепорочную и Матерь Бога нашего честнейшую херувин и славнейшую без сомнения серафин безыстрения Бога слово ровшую сущую Богородицу тяне мечаем Господи благодарим Тебя что Ты собрал еще под кровь этого дома нас всех и позволил слышать слова Твои благодарим Тебя Господи за все Твои незреченные милости и любовь Твою за дар спасения за Твое долготерпение слава Тебе великий Бог Отец и просим Тебя Господи сохрани нас и в этом дне в оставшееся время ангел хранит и да пребудет с нами благодарим Тебя за это слово которое Ты нам позволяешь слышать и дай нам силы исполнить все слышанное Господи Господи и познать волю Твою по отношению к нам и исполнить ее благодарим Тебя за все великие Боги Иегова Аминь Аминь Спасибо Христос